И вы мне хотите сказать, что это факел? Я думаю, уже можно подводить итоги войны между Украиной и Россией. Армия на сегодняшний день нам не дала ничего. В общем, тысяч на пятьдесят осталось из почти девяти миллионов. Трамп – это типичная антироссия, которая будет, так сказать, осуществляться. А Камала Харрис – это русофобия. А Камала Харрис – это русофобия абсолютно откровенная, пещерная. У вас не получится опустить меня до вашего уровня. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова. И вы на моем ютуб-канале Курбанова Лайф. А это свежий выпуск російської антипропаганди, их антикринжатини и перепису того, каким болят, как они страждают от свежих прильотов. Вы не забывайте оставить нам подобающую. И обязательно подписывайтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф, потому что сегодня мы вам покажем таке. На Росії снова неспокойно. А кто с нами давно, то знают, что я еще понад рік тому пророковала, что до русских начнет долетать. Долетать в абсолютно разные регионы. И это будут НПЗ, военно-промисловый комплекс и не только. Как только мы сможем нарастить свои силы, створить безпилотники и не только, так в них и будут палаты. И это мы еще не дочекалися американской згоди використовывать, зокрема, и их оружие. Тоже, мы собрали уси непрекраснейшие, найчудовищие, найпалающие кадры сегодняшнего дня и что произошло за поребриком. И вы мне хотите сказать, что это факел? Как будто он не должен разгораться. Он должен гореть какой-то маленькой точкой, а не какой-то таблиц. КОНЕЦ 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 В Западной Европе Всегда ГРОССИРОВ У ПАЦИФИСТов Такой миф, Что В последнюю секунду Русский Не нажмет кнопку. Да, вот Как говорили В 85-м году Чуть ли не случилось Ядерное столкновение. Я могу На один год ошибиться. Да, и там ГОВОРИТ, что Кто-то Кто-то не нажал. Да, то есть И это Такая большая надежда. И я думаю, что Это Сейчас Реально Начинает Растворяться. Да, и я думаю, что Это сознание Западной Европы Это должен дойти. Да, что Это не красная линия. А это В какой-то момент Просто Можно стоять Перед Перед фактом, что Кнопка Может быть Теоретически Назад. До сознания Дойти должно. При этом Ладно, американцы Они рассчитывают, что Они там где-то отсидятся. И в случае Если будет Ответный удар То Часть там Соединенных Штатов Там уцелеет. Ну это ладно Но Европа Она Она в любом случае И тогда Во времена Карибского кризиса И сейчас Она первая попадает Под раздачу И ее нет Ее Ее сразу не будет Ее сразу не будет Они же так рассчитывали Что там хоть что-то Где-то Как-то А Европа Она всегда Как говорится Под списанием И тем не менее Ничего не понимают И люди, которые руководят Видели Бербак Когда в Китай прилетела Да Но это же Из-за этого Европа Я думаю Что считает Что она может Как НАТО Втянуться В войну Говорит Что Россия Нас заставляет НАТО будет решать Сама Когда она будет Втянуться В войну Если бы Европа Заранее знала Как Россия Эффективно Выстроит Свою Военную Экономику И решит Экономические Проблемы А дальше Внимание То есть Казалось бы Сейчас должно Прозвучать То мы бы Наверное Не стали бы Поддерживать Не стали бы Это делать Другой Но нет Они говорят О другом То Евросоюз Быстрее бы Реагировал На запросы По вооружению Украины И это позволило бы Точнее оценить Масштабы Долгосрочной Поддержки То есть Вот Нет там Понимаете Здравомыслия Не существует И логики нет Они понимают Что Они ошиблись Вместо того Чтобы сворачивать Как говорится Все Они говорят Нет Нам нужно было бы Усилить И думают Думают Что им сейчас Удастся Еще на самом деле Форсировать Вот эту вот Самую Вот эту самую Помощь Украине Феликс Ну как понимать Вот это вот Заявление То есть Вы дальше собираетесь Вы понимаете Что они проигрывают Но дальше Будете пытаться Собственно Их поддерживать Ну естественно Это же Очень-очень Удачный проект Для Европы Для кого? И вообще Для всего Запада Потому что Сейчас получается Пока Уже победила Европа Уже победила? Да Мы уже победили Мы что-то пропустили Где? Мы разлучали Мы разлучали Украину и Россию Так Да? За 30 лет Мы победили Мы уничтожаем Ежемесячно Ценности Рубль Покупательная способность Заставляем вам Генерировать денег На эту Военную операцию Да? Которая Когда-нибудь Возможно В экономическом плане Еще аукнется Благосостояние Российского народа Обрубается К сожалению На войне Погибают люди Я куплю себе Ежа Или Черепаху А тебя Я не люблю Ехай 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 Трамп придет Он на самом деле Сразу все решит Он об этом говорит В данном случае Риторика предвыборная Мы сами прекрасно понимаем Я предлагаю Уважаемые коллеги Прислушаться Как ни странно Не к Трампу А к тому что говорит Венс Вообще Я очень внимательно Слежу за этим человеком Он гораздо более Продвинут в этом вопросе Он гораздо более Радикален В своей критике Украинского режима И это в какой-то степени Я не знаю Порок и того Что действительно Очень многие вещи Которые формулируются В этом тандеме Они действительно Будут реализованы Я абсолютно Вы думаете Я абсолютно Разделяю сарказмом Моего коллеги Николая О том что За сутки Он решит проблему Конечно же Это все Как говорится Предвыборная риторика Я вообще не могу понять Он нам друг Или не друг Кто-нибудь Может мне ответить На этот вопрос Он меня запутал Лично сам Вот Рафаэль Никитич Критерий оценки Совершенно другой Наш выбор в Америке Это худшее Давайте так Просто Выбор между Русофобией И антироссией Трамп Это типичная Антироссия Которая будет Осуществляться А Камала Харрис Это русофобия Абсолютно откровенная Пещерная На уровне ее интеллекта Так что здесь Мы тоже На уровне ее интеллекта Второй момент Очень важный Трамп Это совершенно точно Приоритет Приоритет внешней политики Переносится На Тихоокеанский регион Что из этого будет В любом случае Хуже не будет И вообще То что мы сейчас имеем Хуже не было никогда Вот в этом согласны все И мы согласны И демократы Согласны И республиканцы Таких отношений Как прибавить на них Харрис У нас никогда не было Соединенными Штатами Америки Поэтому все Что будет потом Это будет лучше Что в Европе Тут несколько факторов Первый Война То есть деньги уходят На войну Значит соответственно Своей стране Всегда останется меньше Второе Заставили ввести санкции Дальше Взорвали северный поток И немцы это проглотили И канцлер проглотил И они это расследование Не проводят Это все Иллюзия Все знают Кто заказал Этот взрыв Кому он выгоден Никакого расследования Пока нет Дальше Зеленая повестка Которую американцы Европе навязали А сами Они эту зеленую повестку У себя Не осуществляют В том виде Как Европа Дальше Война на Ближнем Востоке Американцам нефть Европейцам мигранты Естественно В таких условиях Очевидно Это говорили эксперты В самом начале Всех этих событий Не будет сильная Европейская И немецкая экономика В таких условиях Это невозможно Сильная Германия И Европа Будет только тогда Когда вернутся Дешевые Выгодные Энергоресурсы Из России Когда закончится Война На Украине И на Ближнем Востоке Когда реально Немецкие Власти И европейские Власти Начнут заниматься Европой А не только Геополитики Вони Вони там Спочатку Самі Фільмуют А потім Викладают Тож Власне І ми Як і завжди Зробили Неймовірну Підбірку Стоціальних Мереж Россия Голубей Нигде Девяти Девяти Миллионів Запчастями Здесь Тоже Все Сняли Все Щетки Вот Остались Два Колеса Какие Остались Диски Побили Витрины Все Вот Здесь Ще Пожелали Обои Но тут Уже Вообще Темень Практически Нули Вот Такая Ситуация Я Зам По тылу Барс 20 Позывной Вишня Мы На сегодняшний День Нуждаемся В теплых Вещах То бишь В комплектах Зимнего Бушлаты И штаны Армия На сегодняшний День Нам Не дала Ничего У меня 170 человек На передке То есть Я От армии Ничего Не получаем Пока что Говорят Что с обеспечением У нас Все плохо Я думаю Я думаю Уже Можно Подводить Итоги Войны Между Украиной И Россией Потому что Какого-то Значительного Изменения На фронте Думаю Уже Не будет У обеих Сторон Нет Достаточных Сил Для Значительного Продвижения Какие же Итоги Они получились Очень Интересными Потому что Ни одну из Прямых Участвующих Сторон Нельзя назвать Ни победителем Ни проигравшим Но есть Один Нетто Бенефициар Вот этой Войны О котором Я скажу Чуть позже Итак Что мы Имеем Россия Хотела Захватить Украину Создать Государственный Сателлит И отодвинуть Границы С НАТО В итоге Она получила Новых членов Напрямую Граничащих С Россией Граница С НАТО Увеличилась На полторы Тысячи километров Ввиду Швеции И Финляндии И плюс Еще полторы Тысячи километров С враждебной Украиной Что имеет Украина Украина Она Сохранила Свою свободу Но потеряла Территории И несколько миллионов Человек Населения То есть Ни победителем Ни побежденным Ее тоже назвать Конечно же Нельзя В оставшейся Территории Она полностью Военизирована Европа Потеряла Большого торгового Партнера В лице России Потому что Санкции по ней Тоже бьют При этом Санкции Не развалили Саму Россию Но сделали Ее в то же самое Время Полностью Зависимой От Китая То есть Китай Стал Нетто Бенефициаром От войны Между Россией И Украиной Россия В военном плане Полностью Ослабила Экономически Она еще больше Завязана И будет Далее завязываться С Китаем Чем Несомненно Он воспользуется Уже в следующем Глобальном Противостоянии После того До других Стран Это половина Латинской Америки Где она является Крупнейшим Торговым Партнером Думаю Следующая Холодная Война Она не будет Носить Такого же Характера Как это было С СССР Поскольку Противостояние Будет Не идеологическим Не столько Идеологическим Нежели Экономическим Как она Зайдет Далеко Какие формы Приобретет Однозначно Она будет Усугубляться Ввиду планов Си Цзипиня Восстановить Контроль Над Тайванем К 2029 30 Году Который он Пообещал На последнем Пленуме ЦК КПСС Китайской Коммунистической Партии То есть Можно уже Наверное Говорить О переходе В новую Фазу Глобального Противостояния Между Западным Миром И Китаем И Бенефициаром От этой войны Интересным Образом Между Россией И Украиной Стало Конечно Китай Дональд Трамп Выигрывает Президентские Выборы В США И уже Исполняет Победные Танцы Но что Это значит Для нас Для россиян Первое С точки Зрения Экономики Ничего Хорошего При Прошлом Президентстве Трампа Санкции В отношении России Было Введено Едва Не больше Чем Ранее При Демократах И тогда Еще Не было Войны Но с Точки Зрения Политики Все Интереснее Трамп Обещал Прекратить Кровопролитие На Украине В первый Же День Своего Президентства А потом И вовсе Говорит Что Еще До Инаугурации Сможет Сделать Это И надо Сказать Что Экономические Рычаги Давления На Зеленского И Путина У него Есть Но захочет Ими Воспользоваться У меня В этом Большие Сомнения В какую сторону Туда Туда Да Ну поехали Вот там И так Вот и берем Что это за вагончик Вы говорите Вот приезжал Раньше Вагон-клуб Вагон-клуб Что это за вагон-клуб Обыкновенный вагон Как кинотеатр Кино привозили нам То есть вы заходили В вагон В этот Да И там как Зал зрительный Садились Смотрели И поликлиник И поликлиник Приезжала И магазин Приезжал Все с Рисаней Нам приходило Вот Мы И часто он приезжал Как погончик Один раз в месяц То есть там Получается Можно было Посмотреть кино Да Отовариться Да К врачу сходить Да Да Все было А потом Вот Как началась Перестройка И все Перестроились Люди ждут Воду А вода Вот Пожалуйста Черт И вот так По улице Красиво Распаковка Настоящая Русская Красавица Невероятная Стильная Просто Снохшибательная Снегурочка Которая Мне кажется Была создана Прямиком От улыбки Вашей мамы От взгляда Вашей бабушки Плоть От крови Вашей первой Любви В школе Этот взгляд Эти серьги Эти нежные Утонченные Руки Посмотрите На ботиночки На качество Исполнения 8370 рублей И эта красота Может быть ваша Она станет Украшением И дополнит Вашу новогоднюю Ёлку И станет Приятным Соведущим Вашему Дедушку Морозу Если вам нравится Такая Снегурочка Тогда вы должны Поспешить Потому что Количество Максимально Ограниченное И купить их Можно в Шахтерске По адресу Берегового 11 В магазине Гироклаб И если вдруг Вам захотелось Вот такой вот Красоты В нежно-голубом Цвете То у нас Тоже есть Просто Это улыбка Лучезарная Этот взгляд И вот Эти Знаете Русские Широкие Объятия Хлебосольные Они Смогут Подарить Вам Действительно Классные Эмоции Дорогие мои Здравствуйте Вчера Уже не могла Записать Видео Истерический Смех У меня был Комментарий Прочла Упала Не знаю Короче Под каким Видео Там Пишет Какая-то там Очередная Модная Продвинутая Пишет Что-то Обои Савдеповские Ну Родная Я тебя специально Не блокировала Я тебе отвечу У меня не обои У меня стены Под покраску Вот Так что Это очень важно И Если ты в чем-то Не разбираешься То ты хотя бы Ну Прекрати Комментировать А еще Немаловажный Факт Вы Как считаете Мне надо Что Свои обои Как вы выражаетесь Коврами Как у вас Завесить Так такие Как у вас Уже Не продаются Да Если что Ссылки Оставьте Где вы там Ковры свои Настенные Покупаете Обязательно Пойду Все Ковры Скуплю И все Завешу Понимаете Исходя Из ваших Рекомендаций Наверное Если бы я их Выполняла Я бы была Такой же Серой массой Как вы Комментаторы Вот Но У вас Не получится Опустить Меня До Вашего Рекомендаций Поэтому Наслаждайтесь Своими Коврами Удачи Рекомендаций Скилли И мы Ваши Ваши Скилли Потому что Все Те Терпение Ваши 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 Аналіз И критичное Мислення Обязково Допоможуть нам Легше Пройти Весь Непрости Шлях До Нашої Перемоги Не забывайте Коментувати Почути Її Побачене Обов'язково Лишайте Нам Сподобайку Тому що Тільки так Ми можем Розповсюджувати Цю зібрану Інформацію Ну і звісно Підписуйтесь Обов'язково Нейтів Канал Курбанова Лайф Бережіть Себе Бережіть Україну До Зустрічі